МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. Перекрёстное субсидирование республика сэкономила миллиарды на электроэнергии в прошлом году. Попытка номер два. Специалисты Роскосмоса готовятся к пуску ракеты-носителя. Навигация близко в Жатаю ремонтирует рулевые и винтовые части судов. Компания «Алроса» раскрыла результаты своей деятельности за 2017 год. Добыча алмазов увеличена на 6% по сравнению с годом ранее, до 40 миллионов каратов. При этом выручка от продаж составила свыше 4 миллиардов долларов. На котировках акций «Алроса» обнародование итогов года никак не сказалось. В течение дня стоимость ценной бумаги колеблась от 81 до 84 рублей. Такая динамика наблюдается в течение последних пяти дней. Также сегодня стало известно, что наблюдательный совет «Алроса» решил дополнительно поддержать российских огранщиков крупных камней. Теперь они смогут покупать до 70% сырья в рассрочку. С 1 января этого года им уже предоставлено привилегия первыми отбирать камни по качеству при покупке. Специалисты «Роскосмоса» готовятся к пуску ракеты-носителя. Старс состоится 1 февраля этого года. Обломки второй части ступени ракеты-носителя должны отделиться над территорией Угуляцкого и 2-го Куляцкого наслега. В Вилюйском районе сотрудники госкорпорации установили лагерь, где побывали наши корреспонденты. Уже начиная со вчерашнего дня на территории Угуляцкого наслега вовсю работают сотрудники госкорпорации «Роскосмос». Сейчас в полевом лагере развернуты палатки и устанавливаются радиотехнические приборы. Дополнение к лагерю – это палатка под радар, которая защищает радар от температурных перепадов. Радиопрозрачная палатка, то есть радар через нее смотрит. На западении фрагментов наблюдает. Для более точного определения падения обломков на местность не установлены отечественные радары Нижегородского института радиотехники. Радар – радиоакционная станция дециметрового диапазона длины волн, которая позволяет максимально эффективно сопровождать отделяющиеся части ракеты-носителей на пассивном участке траектории, их идентифицировать и определять районы падения. «Союз-2.1А» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту космический аппарат «Конопус-В», назначение которого – оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, землепользование, также сельскохозяйственные деятельности и так далее. «В предпусковое обследование входит отбор проб на мониторинговых площадках, включающий, в частности, зимой, это отбор снежного покрова, измерение мощности дозы гамма-излучения и в послепусковой период проводятся аналогичные измерения». Итак, 1 февраля в 11 часов 40 минут по местному времени с Восточного космодрома будет стартовать ракета-носитель «Союз-2.1А». Ну а в дальнейшем представители Роскосмоса совместно с экологами республики за три дня до полета будут производить измерения радиационного фона, также будут брать пробы снега. Анна Васильева, Некентий Колесов, НПК САХА, Вилюзский Улуз. Республика сэкономила более 14 миллиардов рублей на электроэнергию в прошлом году. Это произошло благодаря перекрестному субсидированию. В 2017-м по указу президента страны выровняли тарифы для предпринимателей Дальнего Востока. С подробностями Саргалана Захарова. Пекарня Василия Игнатюка работает в Нюрбе уже 10 лет. Свежий хлеб он продает не только в городе, но и поставляет в деревне. Сегодня ему приходится работать на старом оборудовании, которое потребляет большое количество электроэнергии, а вырабатывает продукции меньше, чем хотелось бы. Чтобы купить новые, нужны средства, а их из-за множественных платежей так и не удалось копить. Пусть мы имеем 50 рублей булка, мы и не подняли, и не упустили. Раньше по себе стоимости работали, а сейчас еще какие-то прибыли есть. И мы планируем обновить наши печи новые, купить сейчас к лету, построить новый цех. Это очень многое значило для нас. Сократить расходы получилось благодаря выравниванию энерготарифа. В прошлом году был разработан механизм для понижения этих показателей на Дальнем Востоке. Так незначительно повысили тарифы для центральной части России, а дальневосточным потребителям за счет этого понизили размер выплат больше, чем наполовину. Василий Игнатюк на сэкономленные средства планирует уже к следующему лету построить новый производственный цех и закупить оборудование. Мы раньше платили в месяц 150-180 тысяч рублей за электронирование только, оплачивали. Сейчас, в связи с тем, что еще мы переплатили, мы пока еще ничего не платим. Но потом будем платить 80-90. Это, грубо говоря, в среднем 100 тысяч в месяц экономия. Это для нас очень много. В общей сложности экономия для всех предпринимателей республики за 2017 год составила 10 миллиардов рублей. Из них малый и средний бизнес сохранил и перенаправил на другие нужды 2,5 миллиарда. Кроме того, бюджет республики сэкономил более 4 миллиардов, которые раньше направлялись в качестве финансирования затрат предприятий. Отразилось выравнивание и на населении Якутии. Правительство республики предложило следом снизить тарифы на теплоэнергию, водоснабжение и канализацию. И вот при снижении вот этих экономически обоснованных тарифов население тоже получило снижение. Но больший размер здесь получился именно по водоканалу города Якутска, потому что здесь 100% окупаемость, население платит экономически обоснованный тариф. И здесь сумма перерасчета населению составила 31 миллион рублей. Прошедший год в целом Госкомцен называют прорывным. Помимо выравниваний энергетических, продолжилось внедрение поселенческих тарифов на тепло для предпринимателей. Так, с 2016 года размеры выплат устанавливают не в целом по определенному району, а индивидуально на каждый наслег. Это помогает определить для них экономически обоснованные тарифы, при этом учитывая интересы всех сторон. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Кюндая Антонова, Эдуард Васильев, НВК Саха, Якутск, Нюрба. Егор Борисов держит на контроле исполнение правительством республики своих поручений. Так, в ходе встречи с премьер-министром Евгением Чекиным, руководитель региона обозначил направление деятельности правительства Якутии на ближайшую перспективу. Речь идет о последовательном переходе на цифровую экономику, более эффективном расходовании государственных средств в дальнейшей работе по привлечению инвестиций в регион, поддержке товарного производства. Егор Борисов поручил Евгению Чекину сосредоточить усилия на дальнейшей помощи собственному производству, а также на исполнении мероприятий года содействия занятости населения. Якутский флот на завершающем этапе подготовки к навигации. В Жатай ремонтируют винтовые и рулевые части кораблей. О том, как осуществляется выморозка судов в условиях Крайнего Севера, сюжет Василия Радченко. Всего несколько месяцев осталось до начала навигации. Жатайским судоремонтным заводом уже проделана большая часть работ по подготовке кораблей. Но в условиях Крайнего Севера до винтовой части судна добраться можно только путем выморозки. Выморозка сейчас прошла уже где-то у нас на 62%. Работает бригада у нас из 20 человек. Нынче погодные условия в этом году очень холодные. Для выморозки это очень хорошо. Мы идем с обережением графиков. Но другим структурам, как котельно-сварочным работам, крановое хозяйство все встает. Мы до 40 градусов только можем работать. Но далеко не всегда погода благоприятна для проведения работ. В теплые зимы выморозчикам приходится устанавливать вентиляторы и искусственно охлаждать поверхность майны. Вот там дальше, если поедем, там стоит О-2038. Там в майнах стоит 4 вентилятора. Они продувают, намораживают. У него осадка 2,30. Надо уйти 2,30 вниз. Вот только таким путем. За исключением появления бензопил основная технология выморозки не изменилась. Основным орудием как было, так и остается кайло или кирка. Это орудие труда было предназначено для того, чтобы обрабатывать камень. Но здесь, на севере, ему нашли еще одно применение. Большинству судов уже более 30 лет. И срок их эксплуатации, тем более в северных условиях, давно вышел. Но в связи с отсутствием замены кораблям, местные мастера каждый год проводят как профилактические, так и ремонтные работы. Вот приходится заниматься выморозкой, чтобы посмотреть, в каком состоянии винты, насадки, рули. И физический труд постоянно на воздухе. Для здоровья полезно, для сердца постоянно нагрузка. Спортзал не нужен. Приходишь домой уже, моешься, кушаешься, спать ложишься. Благодаря своевременно выделенным средствам в этом году проблем с запасными частями и ремонтными работами нет. Весной лед растает и суда встанут на воду в полной боевой готовности. Василий Радченко, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. 10 миллионов пассажиров за 15 лет. Юбилей отмечает авиакомпания Якутия. Филиалы предприятий расположены более чем в 40 городах России и зарубежья. Как только самолет коснется взлетно-посадочной полосы, целая группа техников начинают прием борта. От них напрямую зависит безопасность полета. Молодой авиатехник Иван Чайпилин второй год осваивает азы авиации. Он обслуживает современный самолет «Сухой Суперджет». Я закончил Якутское авиационно-техническое училище. После поступил на высшее, сам Пятибургский государственный университет гражданской авиации. На самолет «Суперджет» обучались в течение месяца. Тоже успешно прошли, издали все экзамены. Я получаю очень большое удовольствие от этой работы. Техники обслуживают самолет сразу после посадки и при минус 50 градусах. При необходимости оперативно ремонтируют и заменяют детали. Порядка 70 техников работает посменно круглые сутки. Техники у нас обслуживают самолет также на улице без подогревов. Самолет у нас является современным, то есть он сам себя проверяет. То есть это самотестирован называется. Техники у нас наступают в роли операторов. То есть они просматривают отчеты самолета по всем системам. 21 января 2003 года авиакомпания «Якутия» совершила первый рейс на самолете Ту-154М по маршруту «Якутск-Москва-Якутск». Этот памятный день и считается днем рождения авиакомпании. Сегодня воздушные суда авиакомпании «Якутия» выполняют регулярные и чартерные полеты по направлениям не только республики и страны, но и в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья. Свой 15-летний юбилей компания встречает с флотом из 23 самолетов – «Боинг», «Бомбарде», «Сухой Суперджет» и «Ан-24». Очень большую ставку мы делаем на молодежь. И для того, чтобы молодежь была достойна ветеранов, которые начинали нашу авиакомпанию, мы их очень много обучаем. «Якутия» выполняет все виды технического обслуживания российских региональных самолетов. В прошлом году услугами авиакомпании воспользовались около миллиона пассажиров. Авиалайнеры доставили более 10 тысяч тонн груза и почты. Авиакомпания расширяет парк воздушных судов, совершенствуя качество и уровень безопасности. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделают на молодежь и людей с инвалидностью. Легкие деньги. В России появляется все больше компаний, предлагающих большой заработок при минимум усилий. Можно ли им доверять и реально ли заработать на них обычным людям. Безопасный урок. В одни школы столицы республики не пускают посторонних и даже родителей. А в другие может попасть кто угодно. Кто должен отвечать за безопасность в учебных заведениях. 872 дня борьбы. В России отметили годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Наши корреспонденты расскажут, как этот день отметили в самой северной столице. Обо всем этом и не только в субботу в 20.30 на телеканалах НВК Саха и Саха-24. Субтитры подогнал «Симон»